Слушаю. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю, говорите. Я к вам рассказать и посоветоваться. Я, во-первых, хотел поблагодарить вас за травы, которые вы собирали. Очень помогли мне. Проводил исследование. Исследование показало, что кишечник чистый, все нормально. Но дело в том, что у меня проблема, болезнь сверху кишечника идет, а не внутри. Что там? Повторите. У меня рак идет не внутри кишечника, который оказался чистым после травм, а сверху идет кишечник. Сверху. Вверх. Да, да. И меня сейчас готовят к операции, Игнатий Тихонович. Завтра пойду на комиссию и должны вопрос решать, о том, делать мне операцию или нет. И если я операцию буду делать, я останусь с инвалидом до конца дней. Поэтому хотел бы попросить вас о молитве сугубой, Игнатий Тихонович. Да, будем молиться. Мы каждый день молимся о вас. Сколько раз за неделю. Будем и ночью молиться, вспоминать. А то мы больше о президенте молимся, чтобы Господь его укрепил. Благодарю вас. Благодарю, Господа. У нас сразу два человека, вчера добавились больные. Одно позвоночник, что-то неладно. А другой священник что-то пилил, ну, бензопила. И она как-то у него что-то, я не знаю, батюшка подробностей не сказал в Туле. И она его порвала тут и кость задела на ноге. А пила эта она ужасная какая. Я чуть не умер однажды от нее здесь. Мы их махнули, Володя, пилой-то. А она захватила возле ног на миллиметр, только не захватила промежность. Прямо на месте бы умер там. Это очень серьезная машина. Ну, будем помнить. Ну, что тут, Антония? Это нам слава Христу, что зашли. Так, а от нас какая помощь еще может быть? Игнатий Тиханович, да все, что вы могли, вы все сделали. Ну, другого нет ничего у нас. Вот что есть, то и могли как. Нет, самое главное, вы научили любви к Богу, упование на него. Упование на Бога, конечно, будем знать. Сегодня мы о этих болящих в начале молимся, а о вас мы все время поминали, каждый день. Дело в том, что он знает, мы еще не родились, еще земли не было, а он уже знал, что мы будем разговаривать и к чему мы придем. Да, 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 поэтому он попросил меня, чтобы я позвонил вам. Хорошо, сделали. Хорошо. Так, ну и вы не забывайте молиться. У нас очень много воронья вокруг летает, клюют. Я как раз готовлю сейчас по ней в субботу вечном проповедь говорить. Буду говорить о ласточке. Псалом 83-4. У нас ласточки залетали, и четыре гнезда прямо в храме свели, и на алтаре две. И приехал епископ, хор поет, они только передышку делают, а ласточки подлетели к ним, рядом, прямо над ними. Вот такое расстояние. И щебечет, и в интернете появилось чудо божие в церкви. Какая-то военная организация и нас показала. Это ласточка, а не щебечет. Интересно так. Ну, Господь знает. Помоги, Господи. Все, благодарю вас, Игнатий Тихонович, рад был вас видеть. Помоги вам, Господи. И благослови Христос. Это у вас кошка, что, куплена такая, или своя лежит? Нет, это своя, это место у нее такое. Понятно. А у меня две кошки. И у Володи там две. Одна называется Паля. Сейчас я крикну, подожди-ка здесь, буквально. Паля, иди сюда, Паля, Паля. Паля, 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 скорее иди. Паля, Паля, Паля. Где ты? Ах, какая-то такая, ушла. Только сейчас я ее вытурил. Лежит здесь, она пошла мышей ловить. А другая у меня, эта называется... Ну-ка, черная, ну-ка, пойдем сюда. Вот так, давай-давай-давай-давай. Вот покажемся мы, какие у нас... Вот я называю черная пантера. Очень интересные кошки такие. Давай, иди, отдыхай. И у Володи там двое. Зимой у нас пять кошек. А потом с улицы, которые на зиму-то никто не берет. А у нас под трапезной, там большие пространства-то. И мы их до весны кормим, забираем себе. А весной выпускаем. Мне без кошек нельзя, потому что у меня голуби. А где голуби, там пшеница, там семечки, там мыши. А если кошки, ну ничего нет, все. Ее только выпустишь, она уже мыша грызет. Да, да. Ну вот, сейчас я материалы-то какие выставляю, так касается вас? Да, да, я смотрю, Игнат Ильич, хорошие материалы. Вот сейчас заканчиваю это посмотреть, как какие поэты. Я вот смотрю, там 58 слов. Как употребляли дореволюционные поэты. Слово благовестия ни один не говорит. Ну вот и все. А я показываю, вот в моих книгах, сколько у меня получается? Около десятка, наверное, поэтов, которые написали. У них меньше за всю жизнь, как у меня за 9 лет. А почему? А Господь? Вот этот четырехтомник у нас вышел, это вообще чудо. Вы его не видели? Я видел его только по видео. Я вот купил сейчас трехтомник ваш. Не могу никак насытиться. Вот супруги читаем каждый день. 880 страниц в каждом томе. Вот она какая книга. Да. Ну и тут 96 только страниц фотографий. И каждое стихотворение 9 куплетов. А сегодня-то статистика позволяет нам... А это вот митрополит к нам приехал. Видите, какие фотографии-то. Ну и вот 4 тома. 4. Это вообще... Так, я очень благодарен вам, что вы зашли. Давай сейчас сразу помолимся вместе. Боже, милостиво, будь мне грешным. Сознай в имя Господи и помилуй меня. Бесчислав, если грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Ты сроднил нас жертвой Твоею, Христе Божий наш. Подготовь руки хирургов, врачей, брата Антония. Сохрани, Господи, помилуй. Чтобы он своими талантами, голосом послужил распространению благой вести. За все Твои милости и щедроты, за исцеление и наказание мы благодарим Тебя. Только Ты знаешь, что нам полезно. Слава Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Слава Христу. Ну, видишь, как мы и садились. Алилуйя. Какое чудо Бог дает нам. Никогда не виделись, а живем не рядом. А вон когда, значит, Александр-то сказал, ну, я тут начал искать где, и никак не найду, это черный были яд. А матушка пришла и говорит, да вот он растет где, а я его считаю, что это как полынь. Она говорит, она есть полынь-то черная. А я их-то кучу там набрал. Ну, и давай тогда скорее взял его, давай посмотрим, где чистотел тут все прошли. А тысячелистик у нас там, плантации были, прошли нигде нету, ни одного. Вот куда делись. Мне самому он даже нужен. У меня нынешнего никогда не было. Четыре болезни сразу одновременно-то. Ну, тут Господь помог. У меня, главное, уже осталось только ноги чуть повыше. А так прямо никак. Ну, и каждое утро гимнастике добавил. Колени. Ну, сколько можно? Это мне все, 85-й год идет. Так я все время на ногах. И не лежал. И сколько я, тысячи километров прошел пешком. Тысячи. Ясно дело, что потерлись, подшипники нужно смазывать. Ну, все тогда. Вопросов нет никаких? Пока нету, Игнат Тихонович. Все, с Богом. Только не угнетай сам себя, скажи. Он знает сколько. Вам сколько лет сейчас? 45, помню. Ну, 45. Все же, все-таки кое-что видел. А есть люди, которые шевелиться нельзя им никак. Все ломается на них. Кто-то в плену сейчас. Кто-то раненый там помирает, его допрашивают. Что только нет. А мы с вами свободно разговариваем. Никто к нам в рот не лезет. Да, конечно. Благовещение не мешает, главное, Игнатий Тихонович. Да. И сколько нам сокровищ Бог дал. Смотрите в нас тут. И беседы идут, и книги, и люди. Он еще сколько приходило. Да каждый год. У меня ресурсы-то огромные. Три канала. Только на одном 23 тысячи своих роликов. 84, кажется, миллиона просмотров. Кто-то приходит, кто-то уходит. Надо доверяться Богу. Господь знает. Человек приходит, а Иоанн говорит, они вышли от нас. И через то обнаружили, что они все наши. Вот и все. А до этого были как бы вместе, пели, ходили. Но едущий мой хлеб поднял на меня пяту. Легаются, как осел дикий. А что сделаешь? Господь говорит, гнали меня, будут знать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас. Так что надо быть с доверием Богу. Он дал, как Иоанн говорит, Бог дал, Бог и взял. В один день 10 детей лишился. И не где-то заочно, а тут же он видел. То, что, говорит, сегодня на тарелках только подавали золотого цвета мяса, все смешалось с мозгами. И сделался самым бедным. Да мало того, прокаженным, выброшенным. И теперь оставил нам пример мужества, терпения, благодарения. И дерзости. Да. Ну ладно, тогда отхожу. С Богом. Спасибо за радостную встречу. Какие будут там у вас дела, сразу сообщайте. Все, вы зашли вовремя. Если меня нет, проходит там сколько сейчас, вы опять заходите. Я потому что отделяюсь тут иногда. Вот вчера Володя дал сигнал, там свеклу убирает. А я уже там, приди там, сними. Уж где не могу ползать-то, а то где-то поможешь, бывает. Ну какая там помощь из меня, так-такая. Лишь бы под ногами не путать все. Ну с Богом. Все, в полной гости. Аллилуйя.